В округе обсуждается вопрос о возможности индексации доплат к пенсиям. В случае принятия положительного решения с соответствующими инициативами, губернатор округа намерен выйти в собрание депутатов уже осенью. Жители поселка Искателей могут вздохнуть спокойно. Результаты анализа замеров воздуха, которые взяли специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в НАО, показали незначительное содержание вредных веществ в атмосфере. Новые назначения этнокультурный центр Нинецкого округа возглавила известный в регионе деятель культуры Елена Виргунова. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. В округе обсуждается вопрос о возможности индексации доплат к пенсиям. Губернатор округа Игорь Кошин провел рабочее совещание с руководством социального блока администрации региона. Темой встречи стала возможность индексации дополнительных выплат пенсионерам НАО. Речь идет о доплатах к пенсии, размер которых сейчас составляет 2708 и 3100 рублей. Мы проделали большую работу по наполнению доходной части бюджета. И сегодня необходимо рассмотреть возможность повышения размера дополнительных пособий пенсионерам, которые мы выплачиваем из средств окружного бюджета, сказал губернатор в ходе рабочего совещания с руководством социального блока окружной администрации Надежды Дедяевой и Павлом Шевелевым. Вместе с тем, Игорь Кошин дал поручение устранить пробелы в окружном законодательстве, которые возникли во время перехода на внедрение принципов адресности и нуждаемости при выплате данных пособий. С 1 июля при предоставлении дополнительных выплат пенсионерам в НАО учитывается индивидуальный доход заявителя. Окружную доплату по-прежнему получают все, чей ежемесячный доход меньше трехкратной величины прожиточного минимума в НАО. На сегодня это 62 тысячи 19 рублей, что сопоставимо с размером средней заработной платы в регионе. Индивидуальный доход рассчитывается из суммы государственной пенсии, заработной платы, компенсационных и социальных выплат, а также доходов от предпринимательской деятельности личного заявителя без учета доходов членов его семьи. Ко мне уже неоднократно обращались жители нашего округа, сообщали о некоторых перекосах в этом процессе, когда в сумме дохода учитываются, например, зарплаты пенсионера за предыдущий год, хотя в текущем году он уже не работает, пособия по опекунству. Более того, в сумму дохода включены и сами доплаты – 2708 и 3100, что совершенно недопустимо. Это лишает людей права на предоставление выплаты, и это несправедливо. Внимательно изучите перечень расчетов и примите соответствующие меры, подчеркнул в ходе встречи губернатор. На проработку вопросов социального блока глава региона отвел подчиненным несколько недель, подчеркнув, что в случае принятия положительного решения соответствующими инициативами в собрании депутатов он намерен выйти уже осенью. Жители поселка Искатели могут вдохнуть спокойно. Результаты анализа замеров воздуха, которые 9 августа провели специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Ниньском округе, показали незначительное содержание вредных веществ в атмосфере. Чтобы оценить концентрацию продуктов горения в воздухе, было взято 20 проб в двух жилых кварталах поселения. Специалисты лаборатории выявляли наличие в воздухе оксидов и диоксидов азота, углекислого газа и наиболее опасного вещества угарного газа. Первая точка забора воздуха располагалась на выезде из Искателей в сторону свалки, вторая – в прогулочной зоне в районе лыжероллерной трассы. По словам специалиста, опасный угарный газ действительно содержится в воздухе, но его количество незначительное и не представляет опасности для человека. Здесь количество не установить. Это надо было на белую зону перейти. Представляете, сколько? А у нас всего маленькое, вот такое колечко маленькое здесь. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что везде концентрация крайне низка. Заборы воздуха в рабочем поселке будут осуществляться раз в три дня, пока не прекратится пожар на полигоне ТБО. Напомню, он был зафиксирован 5 августа. В тот же день пожарные приступили к тушению. Спасатели рекомендуют жителям Искателей не открывать форточки или затягивать их мокрой тканью, чтобы предотвратить попадание продуктов горения в жилое помещение. В Ненецком округе начали компенсировать потери пострадавшим от весеннего половодия. Из резервного фонда администрации Заполярного района в соответствии с полномочиями начали выплачивать компенсацию за ущерб от прохождения весеннего половодия. Наиболее сложная обстановка во время паводка в этом году сложилась на территориях Великовисочного и Хоседохарского сельсоветов. В настоящее время из резервного фонда перевели компенсационные выплаты на сумму 1 миллион 170 тысяч рублей. Еще 124 заявления на возмещение ущерба уже проверены. Распоряжение о компенсации готово. Выплаты по ним будут произведены в ближайшее время и составят 1 миллион 200 тысяч рублей, отметили в районной администрации. Эти домовладения расположены в Великовисочном, деревнях Тошвиска и Лабожская. Кроме того, готовятся документы и по Пустозерскому сельсовету. Там ожидается поступление около 20 заявлений о компенсационных выплатах. Из-за сложной паводковой обстановки, сложившейся в этом году, резервный фонд Заполярного района был пополнен на 8 миллионов рублей и составил в общей сложности 10 миллионов рублей. Паводок 2017 года проходил в Ненецком округе со 2 по 25 июня. Режим чрезвычайных ситуаций вводился на двух территориях – Хаседохарском и Великовисочном сельсоветах. В остальных подтопленных муниципалитетах функционировал режим повышенной готовности. На территории Великовисочного сельсовета для защиты населения была задействована оперативная группировка. Все задачи выполнены ресурсами региона. С 1 июля текущего года во всех муниципальных образованиях региона введен режим повседневной деятельности. Новые назначения этнокультурный центр Ненецкого округа возглавила известный в округе деятель культуры Елена Вергунова. Приказ о ее назначении подписал 4 августа руководитель Департамента образования, культуры и спорта НАУ Илья Иванкин. 7 августа Елена Ивановна приступила к новым обязанностям. Елена Вергунова уже второй раз возглавляет этнокультурный центр Ненецкого округа. В этой должности она работала с 1999 по 2010 года. Поэтому деятельность по сохранению культурной самобытности региона ей хорошо знакома. Я буду сейчас ближе к коллективам, к руководителям, ближе к зрителю. У меня будет больше возможностей влиять на творческий процесс. И я, конечно, этому рада. Потому что я уходила из коллектива, который мне стал очень дорог. И, конечно, я счастлива в него вернуться обратно. До повторного назначения на должность директора ЭКЦ Елена Ивановна возглавляла отдел культурной политики Комитета культуры и туризма профильного окружного департамента. До этого почти шесть лет проработала в районном управлении культуры, молодежной политики и спорта, возглавляя его на протяжении нескольких лет. В новой должности Елена Ивановна намерена продолжить работу по сохранению и возрождению культуры и традиций народов, проживающих в округе. Особое внимание будет подделено работе сельских домов культуры. Нам некоторые моменты надо отлаживать еще и с нашими сельскими учреждениями культурами, потому что одна из основных задач ЭКЦ это оказание методической помощи, сопровождение крупных межмуниципальных мероприятий. И для нас, конечно, как для ЭКЦ, очень интересно, чтобы сельчане принимали участие в наших региональных мероприятиях. И мы к этому, конечно, будем стремиться, чтобы качество их работы тоже повышать. За годы работы в сфере культуры Елена Ивановна несколько раз была награждена почетной грамотой администрации НАУ. Дважды отмечена почетная грамота Министерства культуры. На субсидируемые из бюджета округа чартерные рейсы до Москвы за сезон продано более 80% всех билетов. Об этом сообщил генеральный директор Наринмарского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук. По его словам, в настоящее время на предстоящие чартерные рейсы из Москвы в Наринмар от авиакомпании Коми Авиатранс билетов практически не осталось. Это вызвано массовым возвращением жителей Неницкого округа домой из отпусков в конце лета и начале осени. На сегодня продано 1300 авиабилета из 1200 возможных. Не грузился у нас маршрут Москва на Наринмар. Это первые три рейса. На сегодня из Москвы все билеты практически проданы. По одному, по два билета буквально осталось. Есть еще свободные места из Наринмара на Москву по августу и по сентябрю. Стражи порядка раскрыли кражу денежных средств. Житель Наринмара одолжил своему приятелю автомобиль, а тот в результате обчистил его квартиру. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей. Общение по интересам. Любители походной романтики вновь соберутся в районе реки Куя, где пройдет ежегодный летний слет «Звезда». Стражи порядка раскрыли кражу денежных средств. Накануне в дежурную часть полиции обратился житель Наринмара, который сообщил правоохранителям о том, что из его квартиры пропала крупная сумма денег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Обо всем по порядку расскажем в нашем следующем сюжете. Житель Наринмара попросил у своего приятеля одолжить ему автомобиль буквально на 15 минут, чтобы съездить в магазин за запчастью. Но обнаружив в иномарке ключи от квартиры, 32-летний мужчина решил заехать сначала к приятелю домой. Он просто быстро заезжает, берет у меня деньги. Случайно, он у меня ни разу не был на квартире. Ну, был, то он не видел гостиную у меня. Просто зашел, случайно в шкафах порылся, нашел. Пошел быстро, запчасть пришел, купил. И для вида, что все, у меня запчасть на руках. По словам потерпевшего, молодой мужчина знал, что в тот момент в квартире никого не было. Родители были в отъезде, а сам владелец автомобиля находился на работе. Пропажу денег хозяин квартиры обнаружил только на следующий день. Весь дом пережил, нету тех денег. Ну, я досконально помню, что я ложил, куда я ложил. Так, на всякий случай, просто весь дом обыскал, все шкафы передвинул, нету денег. Посоветовался и, говорят, пиши заявление. Обратиться в полицию потерпевшему посоветовал тот самый знакомый, который накануне похитил из его дома 600 тысяч рублей. Возможно, таким образом злоумышленник хотел отвести от себя подозрения и даже попытался скрыться. Сотрудники полиции задержали его по дороге в поселок Красное. 32-летний житель города Нейринмара дал признательные показания. По данному факту следственным отделом УМВД возбуждено уголовное дело. А какое наказание ему может грозить за это? За совершение указанного преступления виновному лицу может грозить лишение свободы до 6 лет. Как нам стало известно, часть денежных средств злоумышленник уже успел потратить. В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. За свое правонарушение ему придется ответить перед законом. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Любители походной романтики вновь соберутся на одной площадке. Традиционно в районе реки Куя с 16 по 22 августа пройдет ежегодный летний слет «Звезда». В региональном центре молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи закончился прием заявок. В этом году участниками слета станут 30 человек. Это юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет. Как правило, это активные представители патриотических клубов, молодые люди, желающие пройти курс начальной военной подготовки, а также подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел. Как отметили организаторы слета, в этом году большинство участников приедут из населенных пунктов округа – Неси, Индиги, Усть-Кары, Великовисочного, Нижнепеши и Омы. Стоимость проезда из поселения региона до столицы НАУ будет компенсирована участникам в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание населения НАУ». Во время пребывания слета детей ожидает наполненная, насыщенная программа. То есть там будет и туристическое направление, и поисково-спасательная работа. Затронем спортивные мероприятия, познакомятся с новыми друзьями, товарищами. Ежедневно будет проходить учебные занятия для всех воспитанников слета. Во второй половине дня к нам будут приезжать гости из округа. Это Дмитрий Левин будет проводить для нас соревнования по армспорту, так сказать. Кроме спортивных и туристических соревнований, по традиции программа слета будет включать в себя тренинги, направленные на развитие лидерских качеств у подростков. Также запланированы военно-тактические игры, интеллектуальные занятия, задания по основам оказания доврачебной помощи и веревочный курс. Лучший среди тысячи. Проект от Шабуров к пустоварам. Пустозерского музея выиграл грант благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он будет реализован на территории села Тельвиска и деревни Усти и станет продолжением проекта «Древними дорогами пустозерия» по созданию экскурсионного маршрута в первый русский город в Арктике. Кто такие шабуры и пустовары и какие интересные события пройдут в Припечорье, разбирался наш корреспондент. Шабур вообще в словаре дали, если вы залезете, это старая, такая поношенная, как правило, рабочая одежда. Местный житель с шабурами, шабуром называли поношенную малицу. Мы-то делаем вывод на основании этого названия только то, что телевещане – это, вероятнее всего, очень работящие люди, потому что, наверное, ходили все время в рабочих малицах. Если телевещан раньше называли шабурами, то прозвище пустоваров досталось жителям соседской деревни Устье. На что они не обижались. Ещё бы, пустовар – это фирменное рыбацкое блюдо, которое готовилось из белой рыбы и заправлялось мукой. Вкус, говорят, необыкновенный. Сейчас эти два населённых пункта стали главными героями проекта Пустозерского музея. Ведь именно через них лежит дорога к первому русскому городу в Арктике. Поэтому, чтобы реализовать свой проект, сотрудникам музея нужна помощь местных жителей, кстати, те к историческому сотрудничеству уже готовы. У них очень много там, на самом деле, есть идей. То есть, можно подключить предпринимателей местных. Это сувенирная продукция, то есть, научить, как это делать. У нас есть очень активный совет ветеранов. То есть, у них есть своё помещение, в котором они занимаются. Различные кружки у них проходят. И если Пустозерский музей сотрудники и те люди, которые будут проводить эти мастер-классы, им покажутся, я думаю, это 100% будет использоваться популярностью, будет интересно. Кроме мастер-классов, в рамках проекта запланировано много мероприятий и конкурсов, а также благоустройства посёлков. Там может появиться и гостевой дом, и сувенирная лавка. Для жителей поселения – это вопрос занятости. Для туристов и работников отрасли – развитая инфраструктура. Мы предполагаем установить в рамках работы над проектом причал в деревне Устье, для того, чтобы лодки и музей заповедника, и жители могли останавливаться в летний период времени. Есть ещё хорошая идея, которая тоже получила поддержку фонда Тимченко. Это идея благоустроить немножечко и Тельвиску, и Устье, и установить там малые архитектурные формы, скульптуры. Мы предлагаем телевичанам и устьянам подумать над тем, как же будет выглядеть скульптура шабура в Тельвиске и скульптура пустовары в Устье. Ещё сотрудники музея выпустят брошюры, посвящённые местным блюдам и костюмам. Всего на мероприятие в рамках проекта «От шабуров к пустоварам» будет потрачено почти 700 тысяч рублей. Эти средства музей-заповедник Пустозерск выиграл на всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл». На него было подано более тысячи заявок. До финала дошли только 58 проектов, которые будут реализованы по всей России в 2017-18 годах. Сейчас у сотрудников Пустозерского музея горячая пора. Впереди реализация проекта. И результаты, надеются историки, будут вкусными и красивыми. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть наши новости можно на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.